Сегодня мне хотелось бы поднять тему этнического развития южно-русского населения после казацкого времени. Прошла история казацкого государства и как виделось этническое табличие народа, который вышел из этого казацкого государства. Тема по существу мною названа «Малороссы-украинцы» в конце XVIII в XIX веках. Еще в первой нашей беседе я отмечал совершенно некорректно научно-несостоятельную теорию Грушевского и его последователей, согласно которой ретроспективно нынешняя терминология обращена в глубь веков. Название «украинцы» вплоть до середины XIX века мы вообще нигде не встречаем. Когда войско Запорожское вошло в состав московского государства и образовалось государство «Малая Русь», то все его подданы стали называться «Малороссами». Не исключено, что с таким названием мы бы продолжали жить, оставаться и сегодня, если бы Екатерине II и ее окружению не пришла в голову дурная мысль ликвидировать автономию «Малой Руси». В 1764 году она ликвидировала казацкую автономию, ликвидировала «Малую Русь». В 1782 году она ликвидировала казацкую административную территориальную систему, а в 1786 году, это был длительный процесс ликвидации автономии казацкой, она ликвидировала и малороссийскую коллегию, которая со времен Петра I находилась в Глухове и которая управляла делами «Малой Руси». Политически, да и социально-экономически «Малая Русь» как бы слилась совершенно с «Великой Русью». Еще раньше мы знаем, что это произошло с церковно-вероисповедальной сферой, когда в 1686 году киевский митрополит Гедеон Четвертинский был поставлен, и киевская митрополия вошла в состав московской патриархии. Если говорить полно, пожалуй, только на уровне просто народа слияния не произошло. Казацкая старшина быстренько инкорпорировалась в дворянское сословие царское, и здесь проблем нет. Этого обычно для элиты она быстро входит в состав господствующего класса. А вот что касается народа, это этнографическая масса, которая сформировалась еще во времена Литвы и затем Речи Посполитой со своими особенностями, со своей культурой, со своим языком. Он хотя и назывался русским, но тем не менее уже был значительно отличался от древнерусского и от того языка, на котором говорили в Москве. Самое важное может быть, что после того, как была ликвидирована автономия государственная, начались поиски нового названия для страны и народа. Вот как-то исчезла Малая Русь с политической карты России. Элита, местная элита, заботилась поиском нового имени. Остановились на слове «Украина». Это географическое понятие, это территория, которая была на границе, на окраине между разными государствами. Украины этих было много. Мы знаем, что только уже в 17 веке небольшая часть нынешней территории Украины, примерно в Поднепровье от Черкасс до Киева, получила свое местное название «Украина». Она значится на картах Баплана. Уже с этого времени мы можем говорить, что какая-то небольшая часть территории имела собственное название. Еще в 19 веке не было такой точной привязки, о какой же Украине мы говорим и какую Украину имеем в виду. Когда в городе Харькове был образован университет Каразиным, это начало 19 века, элит, профессорская, преподавательская элита Харьковского университета понимала Украину как свою территорию. Вот эта слабожанщина, которая была заселена с территории Южной Руси, имя считалась Украина. В 20-е-30-е годы они начали издавать журналы, «Украинский вестник», «Украинский монах» с полной уверенностью, что они и являются, собственно, Украиной. Утверждать новые названия стали и другие историки. В частности, вышла большая работа Бантышко-Менского, которая называется «История Малой Руси». Так вот, в этой работе он постепенно вводил понятие «Украина». А это 1822 год. Интересно, что понятие «Украина» он вводил, как бы его соотносил с понятием «Малой Руси». Но что касается населения, оно во всех случаях у него оставалось «Малый Россиян». Я бы хотел тут сказать, что термин «Украина» романтизирован был в русской поэзии. Поэзии Релеева, поэзии Пушкина. И в Пушкина в Полтаве, здесь такие замечательные строки, «Без милой вольности и славы склоняли долгом и главы под покровительством Варшавы, под самовластием Москвы. Но независимой державой Украине быть уже пора. И знамя вольности кровавой я поднимаю на Петра». Вот он уже говорит не о Малой Руси, а об Украине. Независимой державой Украине быть уже пора. Постепенно вот это название начало соседствовать и употребляться через раз вместе с понятием «Малороссия». Название «Украинский народ» еще более позднее. Впервые мы его встречаем в книге «Бытия» Кирилла Мехподьевских братчиков, которые в Киеве тут учредили это общество. Кирилла Мехподьевская мечтали о федерации славянских народов, наше население, нашего региона. Они уже записали «Украинский». Это 1846 год. Наверное, это название было сформулировано Николаем Ивановичем Костомаровым, историком, который входил в это Кирилла Мехподьевское братство. Поразительно, что распространения оно не имело. И сам Николай Иванович в своих исторических трудах, которых у него множество, больших, и Багдангмельницкий, Монография, и Мазепа. И вот в этих всех трудах он не употребляет слово «Украинцы» или «Украинский народ». И везде, говорит, обозначает население с корневым рост. Русь. Малоросы. В монографии Мазепа он написал такие строки. «Измена Мазепы оставила надолго, если не навеки, подозрения русских властей на малороссийскую народность». Вроде бы и Украина уже появляется, а народность продолжает оставаться малоросской. Язык. Я уже говорил о том, что в литовско-польское время здесь сформировался народный язык, который уже сильно отличался от древнерусского. Русского, который был на северо-востоке, но он все равно назывался русским или малорусским. Вот интересно, знаменитая Энеида Ивана Петровича Котляревского, которая была написана в конце 18-го, в начале 19-го века, где по существу впервые предстал этот народный язык уже в литературном оформлении, который с полным правом можно бы назвать украинским. Но сам Иван Петрович его не называл украинским. Когда он писал, то он говорил, что поэма на малороссийский «Российский язык, мною перевоженное», в это же время появляются уже попытки нормировать, грамматически нормировать новый язык народный, который постепенно превращался в литературный. Павловский в 1818 году создал грамматику, но опять же грамматику малороссийского наречия. Он писал даже не языка, а наречия. Больше всех отличился на поприще в утверждении звания украинцы «Украина», первый ректор Киевского университета. Интересно, что первую свою книгу о народных думах и песнях, которую он собрал и издал в 1834 году, он назвал «Малороссийские думы и песни». А в 1937 году, немного дополнив эту работу, он уже назвал «Украинские думы и песни». Он склонялся к тому, чтобы заменить полностью малороссийские названия со словом «Русь» на «Украинские», со словом «Украина». Но принято считать, что большой вклад внес в утверждение название «Украина» Тарас Григорьевич Шевченко. Я так и люблю мою Украину, Богу, свою Украину любить. Похвайте меня на Украине мыли. Ему принадлежит художественное издание «Живописная Украина». В отличие от историков Харьковского университета, для него Украина была не Слобожанщина, а поднепровская часть его Кирилловка. Вот это наше черкасское поднепровье. Тарас Григорьевич Шевченко должен был употреблять слова «Украинцы», «Украинский язык». Он их так нигде и не употребил. Язык для него был по-прежнему малороссийским, как и его стихотворение. Когда он объяснял, почему он оказался в ссылке, он пишет, что «Я тогда занимался сочинением малороссийских стихов, которые, в общем, не понравились двору, за это горько расплачиваясь». А когда он заканчивал свое ссылочное время и уже возвращался домой, он мечтал. «Поеду на дешевый хлеб в Малороссию», пишет он, «и займусь исполнением эстампом». И, как я уже выше сказал, более последовательным в утверждении терминологии со словом «Украина», «Украинцы» был Максимович. Он, когда говорил о казачестве, о происхождении казаков, утверждал, что наши казаки не иначе, как украинцы. Также его выражение известно, что «буду коротать свой век», это после того, как он уходит на пенсию после ректорства Киевского университета «Буду коротать свой век над киевлянином», а он издавал сборник «Исторический киевлянин» и «Украинскими песнями». Он собирал вот эти песни 16-18 веков думы, просто песни исторические, и называл себя старым жителем Украины. Максимович был первый, который дал такой толчок к тому, чтобы мы постепенно отошли от названия «Русь, малая Русь, русичи малорусы» к Украине и к украинцам. Дело было подхвачено его последователями, это Михаил Петрович Драгоманов, Павел Платонович Убинский. Главная задача вот этой интеллигенции, как я себе понимаю, да и они об этом поговорили, убедить в том, что они украинцы, население. Они вот представляли себе, что они могут называться украинцами, но население этого, в общем, не очень хорошо понимало. Здесь появились даже такие вещи параллельные, можно сказать. С одной стороны, мы, наша интеллигенция творческая, хотела, чтобы мы пошли дальше в историю с названием Украина и украинцы, а с другой куда-то исчезло наше родовое корневое имя «Русь». Чубинский связывал обретение южно-русского, южно-русами нового имени, потерями собственной государственности. С чем, как он полагал, имя «Русь» оставалось принадлежностью только аквециального языка и документов, а народ же стал именоваться украинцами, казаками, запорожцами. Ну, здесь он не вполне корректен. Я просмотрел все актовые документы времен XVI-XVII веков. Украинцами там мы себя так и не называли. Мы казаками, да, запорожцами, да, литвинами, черкасами. Ну, вот слово «украинцы» там не совсем звучит. Аналогичная мысль была высказана еще раньше Костомаровым. Ему тоже казалось, что как-то так случилось, что у нас вроде бы это историческое имя «Русь» было похищено. Вот я прочитаю небольшую цитату. «Когда из разных земель, — говорит он, — составилось московское государство, оно легко назвалось русским. А имя русское сделалось для севера и востока тем, чем с давних лет оставалось исключительным достоянием юго-западного края, это нашей территории. Тогда последний остался как бы без названия. У южно-русского народа как будто было похищено его розвище». Костомаров не уточнил, к какому времени он это относит. Если произошло во времена Екатерины, то с этим можно согласиться. Потому что действительно, когда мы потеряли свою государственность, потеряли и историческое название «Малорус» и «Малороссы». Что касается похищения, то я думаю, что это несправедливо. Скорее всего, можем говорить не о похищении, а об отказе нашей украинской интеллигенции от своего родового имени. Вот начиная с Бантышко-Менского постепенно, через Костомарова, Максимовича, Драгоманова и других, утверждавших новое название, мы постепенно отказывались от своего исторического имени. Похитить название у народа чрезвычайно трудно. Если мы говорим об этом событии, каком-то великороссском похищении, то а как же так случилось, что у белорусов они не похитили свое название? Белорусы остались со своим историческим именем и живут с ним до сегодняшнего дня. Общий такой исторический вывод. Несмотря на большие усилия творческой интеллигенции убедить население исторической Южной Руси или Малой Руси в том, что они теперь уже не русы, не малорусы, а украинцы, вплоть до конца 19-го, до начала 20-го века по существу так и не удалось. Мы знаем перепись населения в конце 19-го века, в начале 20-го века. Видим, как там ощущало себя население. В городах оно преимущественно называло себя или Руси, или Малороссами. В селах, в периферии оно называло себя территориальными названиями. Вулынцы, Подоляне, Северяне, Сиверцы, Полищуки и другие. Вот общий может быть такой, что начиная с времен Екатерины, когда оно ликвидировало войско Запорожское, Запорожскую Сечку и вообще всю казацкую автономию, которая вошла в государственную Малую Русь, ликвидировало и эти исторические названия. В замену их интеллигенция южно-русская создавала свои новые названия, распространяла названия на всю Малую Русь названия Украина, а на все малорусское население названия украинцы. Но процесс этот был очень длительным, постепенным. На протяжении многих десятилетий это все употреблялось через раз, как я говорю, раз малороссы, раз украинцы, раз малороссия, раз Украина. Вулынцы, это произойдет только в 20-м гекке. Спасибо.